Уважаемые коллеги, добрый день. Я рад приветствовать делегатов и гостей съезда. Единая Россия – это ведущая политическая сила страны, если говорить проще, правящая партия. Столь высокие позиции в обществе, они, естественно, очень ко многому обязывают. Они, разумеется, открывают и особые возможности для активной созидательной деятельности. И прежде всего мне бы хотелось поблагодарить вас за конкретную ежедневную работу, которую вы проводите в законотворческой деятельности и с избирателями в регионах. Благодаря парламентскому влиянию вашей партии Государственная Дума оперативно принимает все самые необходимые для жизни нашей страны законы. Именно ваши фракции обеспечивают стабильную и конструктивную работу законодательных собраний всех уровней. Объединяют и депутатский корпус страны, и само общество для решения общенациональных задач. Важнейшая из этих задач сегодня преодоление негативных последствий глобального финансового кризиса. Я уже говорил не так давно, что в этот непростой период государство будет выполнять свои социальные обязательства перед гражданами. И единая Россия, которая располагает огромными организационными ресурсами, огромными организационными возможностями, должна быть максимально вовлечена в такую работу. Напомню, что по нашей Конституции Россия – это социальное государство. Судьбы конкретных людей, поддержка тех, кто нуждается во внимании, в помощи всегда должны быть в центре вашей деятельности. А сейчас, в настоящий момент, это как никогда важно, это вышло просто на передний план. В сегодняшних условиях особое, просто исключительное значение имеет повседневный диалог с людьми, хорошее знание тех проблем, с которыми сталкиваются наши граждане. Рассчитываю также на вашу активную поддержку действий правительства Российской Федерации. Сейчас здесь с большим докладом выступит председатель Единой России, председатель правительства Владимир Владимирович Путин. Наша общая задача – не только сохранить достигнутые социальные стандарты жизни граждан, но и обеспечить условия для их дальнейшего роста. Необходимостью адаптации государственных политических институтов к современной ситуации, к тем вызовам, с которыми сталкивается наша страна, обусловлены и те 10 политических инициатив, которые я перечислил в послании. Они направлены на развитие демократии и повышение качества представительства в органах власти, на рост числа участников политического процесса и развитие политической конкуренции, на усиление роли и влияния различных социальных групп, как можно большего числа граждан в политической жизни страны, на расширение их прямого участия в формировании органов власти и в контроле за деятельностью органов власти. И, наконец, большое значение имеют вопросы развития партийной демократии. Партии, как известно, создаются не для удовлетворения амбиций их лидеров, а для развития государства, для помощи гражданам в их обычной жизни. Повторяю, сегодня крайне важно вовлекать в реализацию социальных инициатив и общественных проектов все большее количество людей. Для того, чтобы сделать это, нам нужны квалифицированные кадры, поэтому мною была инициирована специальная программа подготовки управленческих кадров в нашей стране на всех уровнях и во все возможные структуры, и в органы власти, и в бизнес, и в структуры гражданского общества. Надеюсь, что уже скоро Единая Россия предложит достойные кандидатуры для управленческой и хозяйственной работы в самых разных местах. И надеюсь также, что значительная часть этих предложений это будут кандидатуры молодого поколения. Дорогие друзья, динамика нашей современной жизни такова, что у нас нет никаких возможностей откладывать решения ряда важнейших, насущных проблем на потом. Все, что необходимо, мы должны делать именно сейчас, прямо сейчас, для того, чтобы не потерять достигнутого, для того, чтобы наша страна развивалась и дальше. И шаг за шагом добиваться наилучших результатов. Для того, чтобы наши граждане жили действительно в лучшей великой стране. Желаю вам плодотворной работы. Спасибо.